МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Год науки, объявленный в Беларуси, это не только стимул для ученых больше активно займаться доследованиями и распроцовками. Великая отказность так само ускладена на журналистов, цикава, удумлива и профессийна для устровывать самые перспективные тенденции развития беларусской науки. С этой метой сегодня в областном центре проходит уникальный семинар для представников прессы, организованный Головным управлением идеологичной работы, культуры и по справах молоди Гомельского облвы Конкама. Первый объект – Институт Лесу, где уникальной и наукоемистой изъявляется кожная лаборатория. Например, тут грунтовно займаются новым накерунком у развитии беларуской экономики – промысловым вырошванием грибов. Технология, благодаря которой отримавливаются экологично чистую продукцию, недавно была представлена на выставе у Милане. Одна задача на будущее – зацекавить в супрацовністве фармацевтичную галину Беларуси. Разом можно створать препараты, которые способны умоцовывать иммунитет. А кроме того, в Институте глобально займаются вывучением генетики дрел и рослин, устойливых дошкодников альбо негативного вплива новокольного осяродя. В этом году мне был выделен персональный грант на проведение научных исследований, связанных с повышением устойчивости лесных и древесных растений к различным заболеваниям и внешним факторам. Как вы знаете, эти свойства зачастую генетически обусловлены и передаются по наследству. Поэтому, используя наши методы, мы можем проводить раннюю диагностику и отбирать те растения, которые в будущем будут более устойчивы к различным видам заболеваний, даже к тем заболеваниям, которые к нам скоро должны прийти. Как вы знаете, в связи с изменением климата к нам приходят новые болезни, новые вредители. И вот нам надо уже заранее выявить те растения, которые были бы уже готовы к данной проблеме. До темы перспективных распроцовок гомельских новоколцев мы еще вернемся. Усе подробностей глядите в нашем вечернем выпуске. Техничный парк областного управления Министерства по надзвижайных ситуациях пополнили снегоходы. Новые машины с санями для эвакуации людей были набыты за кошт республиканского бюджета. Снегоход может развивать худкость до 100 км за годину. Конечно, трехместовая с каркасным модулем на причепе. С каждым годом у нас зима более снежная, более морозная. Поэтому приобретение данной техники позволит нам более маневренно. В такие крайние точки нашей области более быстро пребывать. Данный снегоход маневренно может по любым снежным заносам следовать. Были моменты, где-то, что труднодоступные места в лесу где-нибудь приходилось долгое время идти пешком. А с таким снегоходом, понятное дело, что это будут минуты. Иногда приходится поиски людей производить и вслепую. Без различных координат сказали, вот лес, вот примерно в этом лесу заблудился человек. Прочесать на снегоходе, сами понимаете, это в разы быстрее. А кроме этого, на узброение выратовальников поступили две новые аутоцистерны тяжкого класса. Их еместость складает 10 тонн. До места ликвидации пожару новые аутоцистерны могут доставить боевый разлик с шести человек. С допомогой этой техники можно тушить пожары на значных площах, без обысковой установки на водную крыницу. Спочатку взломали, потом сами же и адрамонтовали. У вёсты Салтанова Реческого района мясцовые жихары за властный кошт одновили агороджу, якую пошкодзели на початку месяца. Новые подыходы следчего комитета у первыхований злоумысников. У материаля Олега Сентюрова. Агрогородок Салтанова по сучасных мерках далёко не самый маленький населенный пункт. Зараз тут проживают крыху больше 900 человек, у перважной большинстве процедольных аузросту. Як и у любой вёста, люди тут не только ведают один одного, але и часто разом означают святы. Гэта Центральная площа Агрогородка. Менавито тут проходить усе основные вязковые мероприемства. У 2011-м на площу навод посадили ёлку специально для святкования Нового года. На гэта Новый год головную ёлку Агрогородка таксамо упрыгожили, але чакаемого свята не отрымалася. Первого студене высветлилось, что некто пошкодзил агороджу вокруг площи. Некольких годов тому яе установили засродки, які сейсовет отрымал за образовое место в областном конкурсе по доброупорадкованию. Такие случаи бывают, конечно, не часто, но бывают. Но в таком масштабе, конечно, это случилось впервые. И наутро вся деревня на ушах была, что произошло. И, конечно, у каждого вопрос был, кто это сделал. Амаль два тыдня хулиганов у Салтанова шукали уластными силами. Кали ничего не отрымался, звернулися у правооховные органы. И уже на наступный день у Рельцьским районном отделе Следующего комитета узбудили криминальную справу в относинах до двух местовых жахаров 1998 года народжения. Немножко выпили, не подумали. Вот, сейчас вот восстановили, сейчас как-то больше не будем, поняли свою ошибку. Нанесенные страты оценили у 136 рублёв. И кие хулиганы компенсовали разом с батьками. За гэтые сродки набыли 16 новых пролётов. И кие ж сами зломыслники и установили на очах адновесковцев. Али на гэтым справу не закрыли. Теперь она будет передадена у районную прокуратуру. В срок до 16 февраля 2017 года подозреваемым планируется предъявление обвинения и направление дела прокурору для передачи его в суд. Также в ходе следствия выявляются причины и условия, способствующие совершению преступления, по результатам которых в адрес соответствующих инстанций будут направлены соответствующие представления. Олег Синчеров, Евген Макеенко, телерадо-компания «Гомель», Реческий район. Протягиваем выпуску «Гомель» подвали выники 18-го областного конкурса на выково-технической творчести «Техноинтеллект». Его удзельниками стали больше, как 120 наученцев во взрослении от 14 до 18 годов из всех районов в области. Конкурсанты прошли терапевтические туры и приняли удел у на выково-практичной конференции по разных направлениях технической творчести. С удзельниками конкурса и их выноходницами познайомилась Светлана Князева. Наша здымочная бригада не выпадково вырошила завитать в Гомельске областный центр техничной творчести «Дятей и молоди». Справа у тем, что минавито тут рихтовалася самая великая колька с удзельника у секции «Радоэлектроника, электротехника, энергетика», якая працавала подчас проведения конференции. Некоторые выхованцы стали переможцами, а кроме того, больше за усе от этой установы было у дзельников и у особистым залику. Александру Лясницкому первое место на конкурсе принес его робот-металошукальник – колесная платформа с выдатной механикой. Для его створения потребился год и минимальные грошовые затраты. Этот робот может управляться как в ручном режиме, так и в автоматическом, отрабатывать выделенный участок на наличие любых металлов. Другое место на техноинтелекции занял Андрей Ермаков с проектом «История гукозапису». На основе ретро-техники он сделает приладу, которая может продемонстрировать все виды гукозапису от его заявления до сучасности. На рахунку других выхованцев этой творческой лаборатории прибор для индукционной плавки металлов, ветрогенератор и робот, способен отшукать корыстное выкопание. Верный помощник подлетка у керовника объединения Алена Мартынова. Яна, дареджа, у день подведения выника у конкурса отримала президентскую премию за добрые выники працы. На протягу пяти годов я ей выхованцы становятся переможцами республиканских споборниц по навыково-техничной творчести. Конкурс очень хороший. Они могут показать свои какие-то творческие достижения и в то же время попробовать себя в решении задач физических, математических, техническим содержанием. То, что потом даст возможность им поступать в высшее учебное заведение. Техноинтеллект проводится уже давно, с 2000 года. Такая долгая история подтверждает правильность выбора и правильность схемы, процедуры, которая положена в основу конкурса. У Сыковику переможца очекает республиканский этап конкурсу в Минску. Светлана Князева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Вечер пятницы – лепший час для широй размовы. Интерактивная программа «Диалог» изменила день выхода у эфир. А вось номер телефона у студии застався раннейшим – 77 68 45. У пятницу третьего лютого размова подиа об организации дорожного руху у регионе. Глядите «Диалог» у 18.55 на телеканале «Беларусь. Шатыр и Гомель». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tivergomel.by. На этом выпуск завершен и у студии працавал Александр Гамоля. Всего доброго и сочетайте за эфиром.